Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня покажу вам несколько полезных советов, хитростей, которые, я думаю, для многих будут полезны. Поэтому присаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра! Поехали! Друзья, у меня большое количество зарядных устройств для аккумуляторного инструмента. И прежде чем зарядить аккумулятор, мне приходится подолгу искать провод. Какой провод к какой зарядке подходит. Чтобы не было такой путаницы, нам поможет обычная цветная изолента. Берем изоленту и наматываем на краешек нашей зарядки. Все, и теперь уже возле вилки. Также берем и наматываем эту же изоленту. После данной процедуры нам не составит труда найти подходящий нам провод. К примеру, нам нужно зарядить здесь аккумулятор. Как видим, здесь красная изолента и вот красная изолента. Все, провод мы нашли за считанные секунды. Дальше поговорим вот о таких стяжках, стяжки-хомуты. Я думаю, у многих мастеров они имеются в наличии. И обычно мы, когда открываем стяжки, достаем, если к одну-две, затем нечаянно уронили и все стяжки у нас рассыпались. Чтобы такого не происходило, сейчас покажу небольшую хитрость. При покупке новой упаковки стяжек берем канцеляровский нож и делаем надрез. Вот таким вот способом. Все, теперь мы можем спокойно достать хомут-стяжку. И не боясь, что они у нас просыпятся. Ну и давайте продолжим тему стяжек. Им можно найти огромное количество применений. Допустим, нам нужно насверлить огромное количество отверстий на одинаковой глубине. Для этого нам также понадобится стяжка. Берем сверло и зажимаем хомут на нужной нам глубине. К примеру, нам мы будем устанавливать шканты. Вот такое расстояние взяли. Хорошенько зажимаем. И все, и сверлим. Иногда нам требуется перемешать краску. Для этих целей нам понадобится гвоздь и пластиковые хомуты. Крепим хомуты на гвоздь. Вот в таком порядке. Обрезаем их под размер банки. Все, и можем перемешивать краску. Все, как видим, перемешалось. Друзья, работая с канцелярским ножом, приходится часто отламливать лезвие, чтобы оно хорошо резало. Обычно это делаем при помощи плоскогубцев. Берем и вот таким вот способом отламливаем. Ну, а также это можно сделать и при помощи самого же ножа. Обычно на торце ножа имеется вот такой колпачок и здесь имеется прорезь. Берем лезвие, вставляем в это отверстие и надламливаем. Все готово. Также здесь бывают вот такие пластиковые вставки. Они служат для хранения лезвий. Берем лезвие, одеваем на эту вставку и помещаем вот сюда. Все, теперь нам не придется запасные лезвия где-то таскать в отдельной коробочке. Они будут у нас храниться в ноже. Для следующей хитрости нам понадобится два вот таких пластиковых зажима для полипропиленовой трубы и металлический уголок. Металлический уголок можно либо купить, либо сделать самому. И теперь все это нужно закрепить на стене. Друзья, вот такая вот получилась система хранения тачки. Напишите, как вам понравилось. Друзья, при покупке лески обращайте внимание, как она ведет себя после изгиба. То есть сгибаем вот так небольшой конечкой и отсыпаем. Если леска возвращается в исходное положение и не видно никаких надломов, то леска следовательно хорошая. Я обычно беру плетенку. Мне она больше нравится. Друзья, самоделки с самоделками, окошение травы на участке никто не отменял. В этом году приобрел себе аккумуляторный триммер от компании Greenworks. Модель называется GD40BC. Данная модель оснащена надежным бесщеточным двигателем DigiPro, сопоставимым по мощности с бензиновыми аналогами. Триммер работает от аккумуляторной батареи GMAX 40V, который можно использовать с другими устройствами. Линейки 40V. Включение триммера производится одной клавишей. Также есть клавиша регулировка мощности. Еще большим плюсом считаю, что на данном триммере установлена разъемная штанга. Тоже будет большим плюсом при транспортировке. Основное применение данного триммера это подрезка травы в труднодоступных для газонокосилки местах. А благодаря пильному диску, который идет в комплекте, можно резать и крупный кустарник. Я считаю, что данный триммер отличная замена электробензиновому триммеру. Он с легкостью справится с высокой травой. А еще он легкий, комфортный и прост в использовании. Нажал кнопочку и работай. Ссылочку для ознакомления оставлю внизу под описанием. Кстати, бывают случаи, когда неожиданно заканчивается леска. И бежать за ней нет времени, а скосить нужно буквально метра два-три квадратных. В этом случае нам помогут обычные остатки от лески. Вот такие обрезки. Берем обрезок и завязываем узла два. По середине. Первый и второй. Теперь берем нашу катушку и вставляем леску вот таким вот образом. Здесь и вот с этой стороны. И вставляем катушку. Катушка у нас будет ограничителем. Теперь мы можем спокойно докосить, что у нас осталось. Но в следующий раз обязательно имейте запас лески. Друзья, вот такое коротенькое видео сегодня получилось. Напишите в комментариях, как вам идеи. Какие идеи понравились больше, какие меньше. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом заканчиваем. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.